Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главные темы дня. План Абдул-Амита II против армянского народа Западной Армении. Армена Кабрамян. Концерт во Франции, посвященный Западной Армении и будущему армянского народа. Поклонение богине Нане в армянском Нагоре. Молитва о мемориальном комплексе Цицерна Каберт и в военном понтоне Ераблюд. В селе Неркинхант люди вынуждены использовать воду из реки Цап Арман Татуян. Известные лауреаты премии Гранта Динка 2024 года. Ахтамар Ани Ахтамар. Важно понимать, что несмотря на геноцид армянского народа в Западной Армении, армяне жили на этих землях очень давно. Еще до программы Абдул-Хамита. С целью уничтожения армян Абдул-Хамит II сформировал специальные группы, называемые отрядами Хамида. Это был разработанный им план, направленный на ликвидацию присутствия армян в Западной Армении. Из-за Абдул-Хамита Западная Армения стала называться Анатолией. Этот факт необходимо учитывать, особенно тем, кто сегодня утверждает, что наша страна или наше государство – это Анатолия или Турция. Ани не принимает во внимание, что армянское государство было признано в 1920 году. Северский факт был подписан 10 августа 1920 года. Этот факт имел важное значение, поскольку официально признавал независимость Армении и определял ее территориальную целостность, правоприемником которой является государство Западная Армения. Во французском городе Эксам-Парабан состоялся концерт, посвященный будущему Западной Армении и всего армянства. Концерт сопровождался рядом выступлений, которые касались важнейших вопросов армянской истории и нынешних вызовов. В частности, обсуждался период с 1894 по 1923 год, совершенный против армян геноцид в Западной Армении, организованный тремя последовательными турецкими правительствами. Эта трагедия продолжилась и в 2023 году, когда Азербайджан провел геноцидальную политику против армян Арцаха. Среди докладчиков – сенатор Бриджит Девеза и Вартан Симунян, пригласившие известного историка Винсетта Дюклера на конференцию «Армения. Бесконечный геноцид и исчезающий мир». Они коснулись вопроса, какое будущее ожидает армянский народ и потомков, переживших геноцид. В осуждении принял участие председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабрамян, представляющий интересы армян Западной Армении в ООН. В армянском Нагоре был широко распространен культ богини Нанне. Нанне считается богиней, олицетворяющей защиту семьи, мудрость и благоразумие. Нанне можно сравнить с прабабушкой армянских семей, которая благодаря накопленной за годы мудрости и благоразумию охраняет и защищает семью. В армянском веровании Нанне является идеалом, к которому стремится любая женщина. Наши мудрые предки, создавая национальную веру, сформировали идеалы, в соответствии с которыми они воспитывали и объединяли нацию. Нанне – идеал женщины, Анаит – идеал матери, Арамас – идеал отца и т.д. Один из символов богини Нанне – Тонниш. Разжигать и поддерживать огонь в доме было сложно, и это считалось обязанностью женщины. В случае потери жены мужья оплакивали жену, говоря «Мой очаг погас». Гранат также является одним из символов богини Нанне. В день Варга, месяца Кагод, 14 ноября, отмечается праздник Анмирац – праздник рода и семьи. В праздник также проводится обряд освящения граната. Это один из праздников в честь богини Нанне. Прославляя Нанне, мы прославляем всех женщин, семей, которые прежде всего сами являются хранителями наших национальных и семейных обычаев, гарантом семейного единства и тепла. Слава богине Нанне, слава нашим бабушкам, матерям и женам. В честь освящения Святого мира и реконструкции Кафедрального собора, его святейшество, католикос всех армян Гаригин II принял делегации и представителей христианских церквей и межцерковных организаций, прибывших в Армению, также служащих святом Эчмядине и бископов и архиереев армянской церкви, посетивших мемориальный комплекс Титернакаберт. После возложения венка к памятнику жертвам геноцида под председательством его преосвященства Тервигена архиепископа была проведена молитва за заступничество святых мучеников, побегивших в результате совершенного против армян геноцида. Вода из крана в селе Неркинхан в Сюнихской области поступает из реки Цав. Жители вынуждены использовать ее на кухне, для детей и т.д. С 13 сентября 2022 года Баку захватил источники питьевой воды в районе Неркинхан, Армении, причинив преступный ущерб людям. Ежегодно вручается международная премия Гранта Динка. Мероприятие этого года транслировалось на сайте фонда Гранта Динка и в социальных сетях. Премии этого года были вручены индивидуумам и организациям, активно работающим в области защиты прав женщин. Лауреатами премии стали фонд приюта для женщин Морчат, организация, занимающая поддержкой женщин в Западной Армении, работающая на протяжении многих лет. Также Региату Нене Турель и Сьерра Леоне, которые смело борются с калечащими операциями на женских половых органах. Премия вручается лицам, группам или организациям, выступающим за продвижение идей мира, справедливости и свободы, противостоящему расизму, дискриминации и насилию. Имя Ахтамар имеет армянское происхождение. Связано с тарицей Тамар, женой царя Гагика Арцруни. Тамара – дочь Шапуа, сына Ашота I Багратуняц. Упоминается в исторических источниках как одна из значимых женщин того времени. Самая старая запись названия Ахтамар встречается в начале V века в истории армян Фасфоса Бузанда, где отмечается, что остров под названием Ахтамар сыграл важную роль в стратегических и политических событиях того времени. Церковь Сурбхач Ахтамара была построена в X веке по инициативе Гагика Арцруни. В тот период остров стал центром власти Арцруни в Васпуракане. Церковь знаменита своей красивой архитектурой и историческим значением. В 1980-х годах в Турции, оккупированной Западной Арменией, Ахтамар был переименован Агдаммар, что является искажением армянского наследия. Сегодня Ахтамар является неотъемлемой частью истории и культуры армянского народа. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!